мы пока что не говорили о цвете и как вы видите на фотографии red.design взятый с сайта flickr даже белая оконная краска содержит в себе множество различных оттенков поэтому мне кажется что умение на взгляд точно определять цвет объектов из реального мира или же воображаемого предмета очень важно и полезно в прошлом видео ссылку на которую я прикрепил концу поста мы сыграли в простую игру в которой выбирали нужные цвета с фотографий и это было непросто в этом видео мы поговорим на тему цвета далее у нас будет образец цвета с оригинального изображения и мы будем искать нужные цвета опираясь на этот образец и в работе мы будем руководствоваться принципом цветовой относительности обратите внимание на небольшой квадратное изображение это отдельный слой который я могу перемещать по оригинальному изображению чтобы изолировать цвета друг от друга для начала я выберу инструмент пипетка после возьму образец теплого тона с фотографии я буду использовать его для сравнения и я могу быть точно уверен что этот образец правильный так как я взял его с самой фотографии я немного расширю рамку чтобы мне было лучше видно переходы цветов внизу раскрашенные рамы окна цвет явно становится темнее внизу видны мягкие тени и так чтобы нарисовать этот цвет давайте возьмем инструмент пипетка и обратим внимание на несколько моментов это мой образец и с него я начинаю работу я знаю что по мере того как тень усиливается цвет становится темнее то есть мне нужно переместить кружок отметку вниз на графике цвета и это все потому что вверху светлые тона а внизу темные поэтому перемещая кружок вниз вы делаете его темнее но также видно что цвет становится немного более насыщенным при этом если же мне нужно усилить насыщенность то отметку нужно переместить вправо и поэтому я перемещаю кружок вправо конечно мои измерения они лишь примерные я использую принцип цветовой относительности я знаю что цвет внизу рамы более темный и насыщенный чем мой первоначальный тон и поэтому я выбираю новый тон и рисую его внизу и сразу становится видно что тон недостаточно темный поэтому я открываю панель выбора цвета снова и в этот раз я лишь понижаю тон делаю его темнее насыщенность остается той же самой итак я нашел нужный цвет используя начальный оттенок как ориентир я не просто взял открыл панель выбора цвета и выбрал случайный цвет из палитры цветов в этот раз мы будем искать вот этот тон давайте посмотрим я не просто взял и открыл панель выбора цвета и выбрал случайный цвет из палитры цветов в этот раз мы будем искать вот этот тон начинается цвет с теплого коричневого оттенка а затем переходит в холодный голубоватый оттенок и начнем мы с верхнего тона это довольно теплый серый оттенок и по мере изменения цвета тон становится светлее и менее насыщенным я выберу цвет открою панель выбора цвета и немного подниму отметку чтобы тон стал светлее так же кроме того цвет становится менее насыщенным так как серый оттенок усиливается хорошо я нарисую тон вот так довольно близко и опять же мне удалось найти цвет потому что я опирался на ориентир точно так же если мне нужно найти оттенок верху рамы вот тут я снова начну работу с ориентира я вижу что затем то он становится темнее и поэтому я понижаю оттенок отметку также тон становится более насыщенным я добавлю насыщенность и сдвину отметку вправо хорошо рисует он сейчас видно что тон недостаточно темный я снова пониже тон и вот так получается намного лучше в такой работе честно говоря нет ничего увлекательного конечно результат довольно скучен но поверьте мне умение точно определять цвета оно бесценно если вы хотите то можете попрактиковаться таким способом если же есть другие техники которые вы любите использовать напишите о них в своих комментариях вообще это очень важный навык но о нем очень часто забывают во время обучения я желаю вам удачи и спасибо за внимание 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 спасибо за внимание